Дню независимости Республики Беларусь была приурочена и Всебелорусская молитва, инициированная в Год Мира и Созидания Белорусским Фондом Мира. О благополучии людей в мире молились верующие различных религиозных конфессий страны. В церквях, костелах, молитвенных домах, мечетях и синагогах верующие обратились к Всевышнему с просьбой о сохранении мира и созидания. Инициаторы Всебелорусской молитвы уверены, что белорусы, как никакая другая нация, имеют моральное право говорить о мире и отстаивать мир. Пережив столько бед, потрясений, лишений и невзгод, страна возрождалась и продолжала жить и развиваться, навечно укоренив в себе созидательное начало. Для жителей Беларуси мир всегда был главной целью и великой ценностью. По благословению Патриаршего Экзарха Всебелоруссия Беларуси, митрополита Вениамина, мы, Белорусская Православная Церковь, в солидарности с государственной властью в канун праздника Республиканского Дня Независимости Беларуси сегодня в храмах совершали молебен, обращенный ко всем святым в земле белорусской просеявшим. Самое дорогое, чем может обладать человечество, это мир. Когда есть мир и безмятежие на земле, спокойствие в душах человеческих, тогда будет и благоприятный климат в целом в рабочих коллективах, тогда мы творим, работаем, когда есть мир и спокойствие, тогда будет и здравие у нас. Вот о том благоденствии, к которому Господь призвал каждого из нас, мы сегодня молились. Наша Белорусская Православная Церковь никогда не была в стороне от государственных проектов. Все проекты, мероприятия, которые были организованы, инициированы государственной властью, мы поддерживали и поддерживаем. Так, к примеру, 25 июня, не так давно, в День памяти белорусских святых, мы уже совершали молитву о мире в нашей стране, о созидании и творении. И сегодня, в канун праздника Дня независимости Республики Беларусь, мы снова в расширенном формате, можно и так сказать, помолились в Доме Божьем, помолились ко Господу и спросили у Бога в своих молитвах, чтобы Господь даровал нам долгоденствие и спокойствие. Хотелось бы сказать, что молитва, которая сегодня звучала в храмах по всей территории Республики Беларусь, во всех православных храмах, эта молитва звучит за каждой божественной литургией. Согласно благословению нашего священноначалия Белорусской Православной Церкви, данную молитву мы читаем за каждой божественной службой. И ежевоскресно, в каждый праздничный день, это не исключение, мы читаем молитву о мире в Беларуси. Ну и сегодня, в канун такого великого праздника Дня независимости, мы снова обратились к Богу, чтобы Господь, как и прежде, даровал нам мирное небо. Учора и сенья, во всех католических костелах Беларуси, мы молились и молимся об Божьей эмоции и да помозе, как, дякуючи Божьей ласцы, мы сберагли наш край, наш народ, его духовную испадчину, историю и культуру. У Богу, який одарыл наш народ душою, наша сила, и эта сила – любовь. Поэтому для меня сегодняшний день независимости, перед всем день справедливой любви до моей родины, до моей батьковщины Беларуси. Это день величной любви беларуского народа, любви, которая охрана и небеса, и сяга и вечности. Поэтому одно мое ожидание всем нам тут присутствуем – любите Беларусь, как любит ее Бог. Наши церкви присоединились к молитвам многих церквей за нашу страну, за Беларусь, чтобы Бог благословил, дал мир, благоденствие нашей стране, земле, людям, чтобы обошли беды стороной. Мы молимся о том, чтобы Господь дал людям также доброе, правильное сердце, любящее Бога, чтобы вера была в сердцах людей. Мы верим, если мы обращаемся к Господу, то Господь поворачивается к нам и исцеляет. Исцеляет нашу землю, исцеляет язвы общества и благословляет. В Писании написано, что если Бог не сожидит дом, то напрасно трудятся строящие его. И мы верим, что нашим общим домом является Беларусь, наша страна, наша земля. И верим, что Божье устройство и благословение будет в жизнях и судьбах людей, в нашем государстве, в стране, в народе. Божьих Вам благословений и всего самого хорошего.